Животность подобряем имя Аминь. На имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня празднуется изнесение честного и житрячего Креста Господня. И сегодня мы читали Евангелие, в котором, в частности, был такой диалог между Христом и Пантийским Пилатом. Пантийский Пилат задавал вопросы Иисусу Христу. И когда Христос молчал на его вопросы, не отвечал, а Пантийский Пилат, он так вот вспылил и сказал, «Разве ты не знаешь, что меня в моей власти тебя распять или в моей власти тебя отпустить?» И Христос ему ответил, «Ты не имеешь никакой власти надо мной, если бы тебе в бене, то оно было свыше». И сегодня и апостольское послание к римлянам тоже про власть. И мы читаем такое следующее, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противующиеся власти противятся Божьим установлению, а противующиеся сами навлекут на себя осуждение». Ну и там рассказывается, что начальник Божий слуха и так дальше. И вот, знаете, слово «власть» само, оно вот, я знаю на английском, насколько я помню, оно звучит так, «аусорити». И по сути происходит от слова «автор», корень слова «власти» как «автор». Да, и власть действительно принадлежит одному только Богу. И тем не менее, хотя она и принадлежит только Богу, сам Христос своим примером показывает, что даже и Он подчиняется этой власти божественной. Как человек, Он подчиняется власти божественной. Он был и человек, и Бог. Но Он нам показал пример, что истинная власть, она может быть только от Бога. И все, что происходит вне нашего контроля, все, что мы не можем контролировать, все, на что мы не можем никак повлиять, это власть Бога. Для нас это власть Бога. Для каждого из нас. Хотя кажется в этом мире, что некоторые люди имеют власть, но она весьма и весьма условна. И дальше апостол интересно показывает, что противоположна власть. И потому... Итак, отдавайте всякое мое должное. Кому подать, кому оброк, кому честь, честь. Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди, ни прелюбодействуй, ни убивай, ни кради, ни лжесвидетельствуй, ни пожелай чужого и все другие, заключаются в всем слове любви ближнего, как самого себя. Но эти заповеди, так или иначе, перетекли в законы. В законы, государственные законы. Нам кажется, что они всегда были, и как будто бы их даже не надо было придумывать. Но на самом деле Евангелие послужило тому, и Божия власть, Божий закон послужил тому, чтобы у нас появились эти законы. И вот действительно все законы заключаются в этом слове, любви ближнего, как самого себя. Поэтому в данном случае та власть, которая действительно призывает соблюдать Божий закон, она точно от Бога. Если эта власть призывает именно Божий закон соблюдать. А мы видим, что не убей, не укради, это все прописано сегодня в наших конституционных правах и так дальше. Потому что этого делать можно, это нельзя. Это чисто евангельская норма, потому такая власть, можно сказать, от Бога. Но противоположность власти, здесь ставится любовь. И вот если подумать, то любовь, вот какое, знаете, там черное, белое, там, не знаю, плохое, хорошее, я не знаю, какие еще там, теплое, горячее, холодное, да. И вот некоторые, к слову, любовь противопоставляют ненависть. Но здесь, вот мне кажется, здесь очень интересно, у апостола идет такая ассоциативная, такая противоположность. Противоположность власти – это любовь. Противоположность любви – это не ненависть, это власть. И вот мы в жизни очень, нам сложно реализовать любовь, прям очень сложно. Особенно, наверное, с нашими детьми. Особенно, когда они ноют и плачут во время проповеди. Вот. Хочется на них какую-то власть проявить, понимаете. Хочется их прижать, зажать, где-нибудь там поставить им какие-то рамки, ограниченность. И, наверное, в какой-то мере это и хорошо, до поры до времени. Но вот уловить этот переход, когда на них уже нельзя эту власть распространять, а когда, в общем-то, нужно научиться все-таки их любить. И как их научиться любить с самого начала? Как им давать эту свободу? Вот там ребенок, знаете, не может там кворкнуться. У него истерика, что он не может кворкнуться. А ты даешь ему шанс ошибиться. Позже ты ему даешь шанс согрешить. Позже ты даешь своим шанс родственникам как-то ошибки делать. Вот намного легче и намного, нам кажется, безопаснее контролировать все вокруг, проявляя свою власть. Это можно делать очень разными способами. Это можно делать и через агрессию можно власть свою проявлять. А можно и залюбливать человека, делая его должником твоей любви, таким образом тоже проявляя власть. Можно человека или ребенка, например, максимально так обеспечить, что он никогда от тебя не уйдет. Так ему все-все в ротик и еду вкладывать, что он будет в твоей власти. А можно угрозами какими-то шантажом его сделать в своей власти. Мы все время, каждое мгновение промениваем любовь на власть. Все время. И это в любых мелочах. А причина этому та, что нам, опять же повторюсь, комфортно, когда мы контролируем этот мир, когда мы его подчиняем себе, когда мы делаем его безопасным с нашей точки зрения. А свобода это что? Когда мы даем свободу тому, кто с нами рядом. Свобода быть спонтанным, таким вот непредсказуемым. Это страшно. И люди боятся любви. Настоящая любовь, настоящей любви люди очень боятся. Это страшно. Когда ты любишь по-настоящему, это реально страшно. Тот человек, который ты любишь, тебя может бросить в любую минуту. И это нормально. И это именно и есть подлинная любовь. Значит, ты наконец-то смог полюбить человека, если ты даешь ему шанс бросить тебя. Все дети нас бросят. И это нормально. Понимаете, та мать, которая любит своего ребенка и не может его бросить, чтобы он ушел. Ну, как бросить? В хорошем смысле. Дать ему шанс стать свободным. Не подчиняя себя. Та мать не справилась со своей главной обязанностью. А дочь свою выдать замуж. Ну, это вообще, я не знаю, как я до этого дорасту. Понимаете? Это же нереально, в принципе. Вот как вот дать эту свободу? Нам хочется проявлять власть. А свобода, любовь, это очень страшно. Но, тем не менее, мы должны учиться этому. Мы должны учиться и давать возможность этому миру быть таким, как он есть. Давать нашим близким и всем, кто рядом с нами, быть такими, какими они есть. Не проявляя над ними власти. Любя их, давать им как свободу. И вот тогда действительно мы исполним все заповеди. Все заповеди, как сказано, заключены в этом слове. Любви ближнего, как самого себя. Аминь. Приглашаю всех на причастие. У нас начался Успенский пост. Успенский пост лучше начать с чего? С самого главного. Причаститься, набраться духовных сил, чтобы наш пост был связан с главной мыслью благочестиво любить себя. Если я пощусь, то это мне приятно, это мне полезно. Я только кайф от этого получаю. Если я пощусь, и мне это не нравится, зачем поститься? В этом нет смысла. Ты для кого это делаешь? Ты это делаешь для себя, в первую очередь. Богу не нужны наши посты. Как сказано в Псалтире, не восхотел я ваших жертв и всесожжений. Хочет Господь нашей любви. И Он для нас пост дал, именно для нас, чтобы мы принесли себе пользу. Ну нельзя мясо каждый день есть. Когда я ем мясо, ну вы понимаете, закупориваются сосуды, плохо мне становится, давление повышается, голова болит. Так сделай себе хорошо, попастись. Так что духовной силой наберемся в причастии, в исповеди и будем поститься. Аминь. Спасибо за внимание.